И вновь на повестке дня экономика. Сфера, которая непосредственно влияет на уровень жизни в стране, размер заработной платы и привлекательность для зарубежных инвесторов. Как раз росту последних двух аспектов был посвящен визит премьер-министра Беларуси на Бобруйск-Агромаш. Предприятие – ведущий производитель прицепной сельхоз техники в СНГ. Холдинг отчитался о работе за 2019-й. Обсуждалось также развитие предприятия на ближайшую пятилетку, расширение линейки продукции и вопросы экспорта. Также Сергей Румас лично ознакомился с производством сельхозтехники. Сегодня Бобруйск-Агромаш поставляет свою продукцию в более чем 50 стран мира. И каждый год рынков, куда входит наша продукция, становится все больше. В 2020-м планируется наладить поставки Мадагаскар, Сирию и Сербию. Не обошлось на встречи без анонсирования производства совершенно уникальной для Беларуси техники для прессования лубяных культур. Также Сергею Румасу были продемонстрированы агрегаты, которые сейчас выпускает Холдинг. Вот вообще бочка, например. Бочка больше не будет. В Беларусь такой емкости только вот эта. На Агромаше налажен выпуск более тысячи наименований продукции. Загруженность на сегодня составляет 85%. Нельзя не отметить то факт, что Холдинг – это шесть предприятий. И уже в ходе встречи стало известно о вхождении в него нового участника – Брестского электромеханического завода. Это связано с тем, что у нас в нашей линейке сельскохозяйственной техники нет сейлок, действительно. И чтобы в комплексе предлагать уже всю гамму машин по сельскохозяйственной номенклатуре, то нам крайне необходима именно эта тематика. А также будем наращивать взаимоотношения с африканскими странами. У нас есть небольшие отгрузки, но мы будем увеличивать это по Африке. Ну и, конечно же, наши традиционные рынки сбыта мы держим руку на пульсе, чтобы не было снижения поставок. По завершению визита премьер-министр оставил запись с наилучшими пожеланиями предприятию в книге «Почетных гостей». Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.